Приветствую вас! В этом видео мы рассмотрим проект SubQuery. Я расскажу, в чем суть данного проекта и почему я считаю его перспективным. Мы рассмотрим текономику проекта, а также я расскажу про амбассадорскую программу, которая позволит вам не только глубже погрузиться в сам проект, но и, возможно, получить какие-то дополнительные плюшки, которые часто выдают в подобных программах. Например, SubQuery уже заявила о том, что будет гарантированная локация для участников амбассадорской программы. И поехали подробнее. Итак, SubQuery — это проект, который структурирует данные и позволяет разработчикам получать их в удобной форме для экосистемы Polkadot. То есть, если вы особо не в курсе, есть такой блокчейн Polkadot, который ставит целью собрать разные блокчейны вокруг себя, так, чтобы они могли стыковаться друг с другом. И конкретно вот этот проект SubQuery позволяет для вот этой экосистемы Polkadot организовывать данные и оперировать ими таким способом, чтобы разработчикам было легко создавать приложение вокруг системы Polkadot. И вот так выглядит главный сайт данного проекта. И мы сейчас рассмотрим некоторые основные моменты, которые я часто использую при аналитике проектов. Вот, например, партнерство, да, которое есть уже на данный момент у данного проекта. То есть, с Акалой партнерится, с Moonbeam, с Bifrost, с Darwini. Вот какие фонды инвестировали средства сюда. Достаточно крупные фонды, да, так называемые Tier 1, Errington Capital, Digital Currency Group. Вот уже больше еще других фондов, которые в стратегическом раунде инвестировали. Вот команда проекта. Они также являются командой за проектом OnFinality. Это ребята, которые работали раньше в LinkedIn, участвовали в различных хакатонах, да, и были победителями. Я сейчас не буду подробно рассматривать каждого участника. И давайте посмотрим твиттер данного проекта, да. Вот так выглядит твиттер данного проекта. И если проанализировать его по CoinsGuru, то вот такая статистика. И за этим проектом следит Gavin Wood, да, то есть непосредственно основатель блокчейна Polkadot. Михаил, Майкл Эрингтон, да, это вот как раз Errington Capital. Инвестфон, Digital Currency Group, A16Z, да, партнеры. То есть достаточно серьезные люди, да. Вот можно по проектам посмотреть, какие проекты следят за этим проектом. То есть, в общем, по CoinsGuru здесь достаточно хорошая статистика. Ну и когда я изучал данный проект, я в какой-то статье читал, что сами разработчики данного проекта делали ставку, да. То есть, точнее, они вдохновлялись именно таким проектом, как TheGraph, да. То есть, по факту проект TheGraph делает то же самое. Ну, или если исторически берем, да, то есть, наоборот, SubQuery делает похоже, как делает проект TheGraph, да. То есть, проект TheGraph делает то же самое, только для блокчейна ETH, а SubQuery делает это для блокчейна Polkadot. И сами разработчики SubQuery говорили, что они вдохновлялись проектом TheGraph. Если мы посмотрим на проект TheGraph, да, то вот так выглядит его статистика, например, по токену. И вот так выглядит капитализация компании, то есть, 2 миллиарда MarketCap, да. И данный проект входит в топ-50, да, на CoinMarketCap. Так что, я думаю, что если разработчики будут двигаться так, как они делают сейчас, и сейчас они, вот я изучил историю, да, вот начиная с мая, да, когда стали появляться основные первые новости по проекту, то они движутся достаточно уверенными темпами, серьезно развивают проекты. Я думаю, может что-то получиться очень-очень масштабное, с учетом, что TheGraph проект тоже хорошо выстрелил. И давайте теперь посмотрим документацию. Тут очень подробная документация по проекту для разработчиков, да, то есть, очень много различных обучающих статей. И также они запустили недавно целый обучающий курс. Сейчас мы его найдем. Вот, да, вот целый обучающий курс они запустили для разработчиков, то есть, подробные видеоуроки. Для того, чтобы первые основы можно было узнать по вот этому проекту, архитектуре, да, SubQuery, как она работает. И подробнее здесь вы тоже можете все туториалы посмотреть, как создаются проекты, как они устанавливаются. Теперь, вот, глянем Medium, да, здесь в Medium тоже регулярно выходят статьи. Вот, например, сегодня вышла статья про текономику, мы ее тоже разберем. Вот различные партнерства с проектами здесь рассматриваются. То есть, очень регулярно идут новости, это очень хорошо, да. То есть, тем самым поддерживается комьюнити и активно проект развивается. Мы видим, да, то есть, по публикуемым новостям. Вот, в гиткоине у них был хакатон. Ну, я думаю, я эти все ссылочки приложу. Я думаю, вы самостоятельно тоже подробнее, если захотите, все рассмотрите. И теперь остановимся на white paper. Я не буду детально погружаться во все технические нюансы. И, кстати, самый важный момент, который мне захотелось рассказать, да, вот, на основе того, что я изучил, это вот этот пункт, да. То есть, как будет устроен сам проект в плане таких основных категорий людей, да, или групп людей, которые будут тут задействоваться. Это будут непосредственно потребители, это, то есть, разработчики, которые будут использовать вот эту инфраструктуру subquery. И для того, чтобы иметь возможность получать вот эти данные, да, организованные удобным способом, они будут платить токен SQT, да, это токен данного проекта. Это вот консюмерс, да, контрибьюторы, потребители. Далее будут индексаторы. Это те люди, которые будут держать ноды, да, то есть, сервера с программным обеспечением данного проекта, которые непосредственно будут вот эту всю архитектуру поддерживать, да, обработки данных. Это индексаторы. И индексаторы непосредственно будут получать вознаграждение вот в этом токене SQT. А также будут делегаторы. Это люди, у которых есть этот токен SQT, и они могут его передавать как бы в пользование индексатором и за это получать некий процент, да. То есть, это как можно аналогию с банком, да, привести, то есть, сделали вклад или что-то наподобие стейкинга, да. То есть, делегаторы просто передают свои монеты и за это они могут получать процент от вознаграждения индексаторов. Ну, а все остальные преимущества, да, в том числе, такие достаточно технические нюансы, вы сможете прочитать в whitepaper. Я тоже ссылку приложу. И вот тут есть roadmap, но roadmap, я считаю, что лучше смотреть в medium. Вот здесь он более детально рассмотрен и сейчас мы находимся вот на этом стыке, то есть, середина четвертого квартала и вот даже ближе к концу четвертого квартала. И уже в следующем году нас ждет публичная тестовая тестнет, да, публичный тестнет нас ждет. Это вот, ну, я основные моменты пробегусь, да, по ним. Потом далее будет уже вознаграждаемый публичный тестнет и примерно в этих датах планируется, ну, под экономикой, которую мы еще глянем, планируется публичный сейл токена данного проекта. Ну, и дальше уже будет запуск программы Foundation в Subquery, запуск основной сети, да, то есть, это уже конец 2022 года. И далее Subquery планирует запустить свой парачейн. Теперь, от экономика. Вот тут мы видим непосредственно распределение, да, то есть, seed round, round A уже прошел и впереди, я думаю, самый такой будет в плане продажи токенов. Основные это раунды публичного сейла и сейл публичный второй раунд. Хотя на сайте я видел, что у них идет еще сбор стратегического раунда, но я так до конца и не понял, то ли они его собрали, стратегический раунд, то ли еще пока идет сбор. Вот распределение токенов, да, вы можете посмотреть. И вот здесь есть про вестинг и локапы, да, по токенам. И комьюнити, да, то есть, это люди, которые будут участвовать в амбассадорской программе, про которую я расскажу. Они, скорее всего, я так считаю, да, потому что, ну, все-таки амбассадорская программа и спартанская программа, про нее тоже расскажу, относится больше к комьюнити. Они получат 30 токенов сразу, а дальше уже будут токены залочены вплоть до 5 лет. А на самом паблик сейле токены будут для паблик сейла раунд 1 будут залочены на 12 месяцев, а для паблик сейла раунда 2 не будет никакого локапа, да, будет KYC. Кто успел, тот и съел, да, first come, first serve, распродажи в таком формате. И здесь еще был нюанс про как раз-таки амбассадорскую программу, да, вот смотрите. Вот здесь гарантированная локация будет, guaranteed allocation, да, для ключевых участников комьюнити, амбассадоров и спартанцев. И сейчас я про это вот расскажу. То есть SubQuery сначала запустили амбассадорскую программу, это было еще несколько месяцев назад. Но буквально там полтора месяца назад они заявили, или даже месяц назад они заявили о том, что они запускают еще спартанскую программу. И спартанская программа это некий подготовительный шаг к амбассадорской программе. То есть пройдя спартанскую программу, получив звание роль спартанца, это звание вы получаете в Дискорде. Вот Дискорд данного проекта и подробнее про спартанскую роль вы можете почитать в разделе Quests. Вы ее можете получить, выполняя определенные задания. Они в основном трех типов. Это задания, связанные с разработкой. То есть вы проходите обучающие модули вот здесь в SubQuery, да, обучающие курсы. Вы выполняете задания и сдаете отчеты. Либо же вы можете, если вы креативный человек, вы можете сдавать какие-то мемы, да, логотипы. То есть делать какую-то графику или видеографику для проекта и тоже сдавать задания. Либо вы можете быть переводчиком, да, и выпускать какие-то видео или переводить различные там статьи. Но вот здесь написано пока только в основном про видео, да. То есть вот сейчас я, например, записываю видео и я могу потом отправить это видео как выполненное задание, например, для данного проекта, для участия вот в спартанской программе. И те, кто проходит спартанскую программу, получают роль спартанца, имеют возможность дальше попасть в амбассадорскую программу. Да, вот здесь расписаны, например, уровни, да, то есть вот сначала идет просто комьюнити, да, то есть выполняя задания в комьюнити, да, проходя спартанскую программу, вы можете стать спартаном. А дальше вы можете стать, быть выбранным командой и стать вообще амбассадор. Вот, в принципе, и все, да, то, что я хотел рассказать по проекту. И вот, например, так выглядит форма заявки на амбассадорскую программу. Я тоже ее приложу. Вы можете ее здесь заполнить, да, то есть здесь, я думаю, если вы не знаете английский с переводчиком, тут разберетесь, да, как перевести. Тут, я думаю, главное заполнить, почему вы хотите, да, принять участие в амбассадорской программе. Вот, и выделить основные моменты, в которых вы можете быть полезны в данной амбассадорской программе, да, то есть, возможно, вы хорошо переводите, либо, возможно, вам интересно общаться в комьюнити, да, быть модератором, либо же вы любите создавать какой-то контент, да, например, графику или видео, как я, например, создаю сейчас. То есть, выбирайте то, что вам по душе и используйте данную возможность, если вы хотите в будущем получить какие-то плюшки от проекта, да, либо вообще в целом подробнее погрузиться в блокчейн проекты, в архитектуру блокчейн проектов, если вам это направление вот искренне интересно, да, либо же, если вам больше интересна какая-то финансовая сторона, то вы можете рассчитывать на то, что будут какие-то плюшки с точки зрения того, что вы можете получить какие-то токены. Тут много вот этих можно, возможно, да, потому что не во всех амбассадорских программах дают какие-то награды, да, то есть, где-то просто, условно говоря, кепки-кружки дают, где-то ничего не дают, но вот как мы сейчас прочитали в медиуме, обещают гарантированную локацию, да, для амбассадоров, но нужно это еще заслужить, да, то есть, нужно проявлять активность, выполнять задания и, я думаю, тогда все возможно с точки зрения различных плюшек от проекта. Я считаю, резюмируя, да, что проект очень интересный, очень перспективный с точки зрения развития вообще блокчейн направления, да, потому что и проект The Graph очень хорошо выстрелил, и я думаю, с учетом того, что Polkadot очень сильная архитектура, очень сильный блокчейн, то данный проект тоже может очень-очень хорошо выстрелить. Я не только планирую участвовать в спонтартской программе и попасть в амбассадорскую, но и также планирую работать здесь с нодами, если у меня получится попасть вот в эти тест-неты, а возможно дальше и в мейн-неты. В общем, постараюсь по максимуму использовать этих возможностей. Ну, а на этом у меня все, друзья, спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, хотите поделиться, то присоединяйтесь в мой телеграм-канал, да, Алхимия Инвестиций. Здесь я делаю больше разборов разных проектов, как и блокчейн-проектов, да, вот, например, вы видите тут на экране, так и различных игровых проектов. И также здесь я регулярнее публикую контент и отвечаю на вопросы, чем это бывает на Ютубе. Поэтому, если вам это интересно, то присоединяйтесь. С вами был я, Станислав Матвеев, и счастливо!